Закончился седьмой тур супер турнира в Сент-Луисе и нам предстоит выбрать наиболее интересную партию тура. Мне показалось, что это партия Мамедяров-Каруана. Другие партии были более такие как бы спокойные. Здесь была интрига, поэтому выбор пал на эту партию. Д4, конь Ф6, Немцович с Ф3. Ф3 вариант такой, конь спиальный с одной стороны, с другой стороны, конечно, и более рискованный, чем какие другие продолжения. Белый жертвует развитием и для того, чтобы захватить центр. Это продолжение неоднократно применялось, естественно. Я так играл белыми как-то и несколько раз. Основной ход здесь Д5 и после А3 есть продолжение слон Е7. Черные дают возможность захватить центр, но после этого можно попытаться как-то ударить по нему ходом С5. Такие партии играются сейчас на самом высоком уровне. Дискуссия идет. Другая линия это на А3 взятие на С3, БС и С5. Здесь тоже большая теория. После хода СД, конь бьет Д5 и так далее. В данной партии черные пошли на очень популярный последнее время вариант С5. Д5 и теперь Д6, Е4 и Б5. Вот такая интересная в духе Гамбита Бенко идея, но слон на Б4, поэтому все-таки тут свои особенности присутствуют. Какие ходы здесь возможны? Возможен ход слон Д2, который был сделан в партии. Играют и конь Е2. Слон Д2, думаю, что один из самых принципиальных ходов. Теперь чаще всего А6 ход встречался здесь. Но не знаю, не уверен, что он самый сильный. Потому что после конь Е2, например, если мы бьем БЦ, то после конь В4 белые укрепляют пун Д5 и забирают пешку на С4 без последствий. Положение белых здесь лучше. Ну, конечно, черные не обязаны бить БЦ. Можно сделать рокировку. Позиция очень сложная. В данной партии последовало слон БЦ3. Слон С3, Б4. Ну, кажется, на первый взгляд скажется, что черные отдали слона. Теперь преимущество белых двух слонов. Но все не так просто, потому что позиция носит закрытый характер. Слон Д2. Вот эту диарональ, которую я сейчас нарисовал, очень трудно белым использовать. Потому что, видите, вот особенности пешечной структуры, вот наличие вот этих пешек, которые сковывают чернопольного слона белых, сказываются очень сильно. Поэтому, ну, стоя пешка, допустим, на Б7, это была бы другая история, конечно. При пешке на Б4 доказать, что два слона это хорошо для белых, довольно сложно. Вот, поэтому черные с такой легкостью его отдают. Рокировка. Конь Е2. Белый развивается. И вот здесь в чем интрига, о которой я сказал в самом начале. Дело в том, что Каруана сам играл эту позицию белыми с Араньяном. И Араньян здесь пошел конь Х5. Конь Х5. Ну, тоже идею использовал, только без размена на Д5. И после слон Е3, теперь уже бить на Д5 поздно, ферзь бьет Д5. Ну, черные так и не собирались, собственно, бить. Они сырали Ф5. И после ДЕ слон Е6. Еф, ладей Ф5. Дальше последовал ферзь Д2, конь Д7. Здесь Каруана сырала 3-0. Возможно, ход конь Ж3 поинтереснее. Возможно, конь Ж3. И, возможно, белых привлекала вот эта возможность сырять конь Ж3. Конь Ж3 здесь. Ну, другое дело, дает ли это перевес, я точно не уверен, потому что после ферзь А4 можно сырать слон Ф2 или 3-0. Даже, может быть, пожертвовать можно ладью. Здесь конь Ж3, АЖ, ферзь А1. Слон Д3. Возникала интересная очень позиция. Точнее, ну, мы жертвуем ладью, правда, не слишком надолго. Ладья А5, похоже, вынужденный ход. Может, как-то так. Да, ну, я могу предположить, что у белых были какие-то здесь, так сказать, свои планы на эту позицию. Вот. Но черные свернули первыми. И они сырали ЕД. Мне этот ход нравится больше. Теперь перед белыми выбор, какой пешкой быть. Ну, чаще всего в подобной ситуации бьют пешкой С, но здесь после ЦД конь Х5 все равно можно сырать. Обязательно конь Х5 нужно сырать с идеей Ф5. И не так просто дальше развиваться. Ну, возможно, придется менять коня, конь Ф4. Последнего коня. В последнего коня всегда жалко менять. Ну, теперь, например, у черных есть, если они хотят ничью, они могут просто дать шаг. Ж3, конь Ж3. Белые должны повторять позицию ходом конь Ж2, ферзь А5, конь Ф4. Ничья. Но черные могут играть и на выигрыш. Например, на коне Ф4 побить на Ф4, сырать Ф5. Ну, тогда более сложно играть. Вот. Возникало после конь бьет Ф4, слон Ф4, Ф5, ЕФ. Но белые тоже играют на выигрыш, поэтому вот предыдущий ничейный вариант их вряд ли устраивал. Поэтому последовало ЕД. Но ЕД ход, конечно, более опасный с позиционной точки зрения. Вскрывается линия Е. Конь Х5. Правильный ход. Король Ф2. Интересное продолжение. Вот. Теперь ферзь А4 ходить, конечно, нельзя, потому что следует Ж3, ферзь А4 и очень сильный ход, слон Е3. От коней Ф4 нет никакой защиты. Теряется конь или ловится ферзь. Поэтому черные срали Ф5. Они пытаются провести Ф4. Это их план. Нужно этому как-то препятствовать. Интересным, мне кажется, был ход А3 здесь. Включить эти ходы А5. И теперь ферзь А1. Но это очень сложно. Дальше любопытные варианты здесь могли бы быть. На Ф4, например, нужно пойти король Ж1. Именно король Ж1. Все остальные ходы ведут к преимуществу черных. Такие, конечно, ходы предугадать без анализа сделать невозможно. Поэтому мы не можем сказать, что здесь белые ошиблись. Белые срали конь Ф4. А белые, собственно, не ошиблись. Этот ход возможен. Дело в том, что компьютер на сайте показывал, да и мой компьютер показывает перевес черных здесь. После варианта Ф4. Но это не совсем так. После Ф4 на самом деле позиция примерно равная. Ж3. Конь Ж3. И после бурных осложнений Ф1, Ф2. Очень сильный ход. Ж5. Тоже очень сильный ход. Без Ж5 тут очень опасно. Ж5. Проясняю ситуацию. Черный. Конь Е6. Конь попал на Е6, но зато ферзь на Е7 не попадает. Ладья Е8. Конкретно игра продолжается. Слон Ж5. Трудно понять, у кого лучше. Конь Д7. Например, Ф4. Тоже очень важный ход. Ферзя не выпускаем. Конь Ф8. Ладья Е1. Еще один сильный ход. Слон Е6. Слон Ж2. Возникала вот такая позиция. Примерно равная. Слабость пешки Д6. Компенсирует отсутствие пешки. Примерно равная позиция. Но игровая равная. Таким образом, мы не можем сказать, что белые стояли хуже после ферзь А4. Это было бы не совсем правильно. Возможно, Карлана понял, что там позиция ничейная. Либо он, наоборот, испугался инициативы белых. Как бы то ни было, он пошел другим путем и правильно сделал. Потому что после Конь Ф4, как и было в партии Слон М4, Ж5. Отличный ход. Использовать вот эту диагональ, которую вы сейчас видите, крайне сложно. Крайне сложно из-за вот этой пешкой цепи. О чем я уже говорил. Слон С1 последовал. Немножко странный ход, но правильный ход. Потому что в случае Слон Д2, Ферзь Ф6, ничего хорошего здесь нет. Поле Д4 еще слабое. Слон С1 ход правильный. Конь Д7. Черные заканчивают развитие. И можно сказать, что их положение во всех отношениях более приятное. И играть легче, и, собственно, и объективно у них лучше. Но надо отдать должное белым. Белые здорово здесь играют. Они играют Ф4. Отличный ход. Отличный ход. Ни в коем случае не Б3. На Б3 нет времени. Потому что Ферзь Ф6, Ладья Б1, Ф4. Вот мы встали даже на эту диагональ. После Конь Е5 ничего хорошего нет. Разис Ж4, Слон Ф5, Ладья Е8, мобилизация, Ж4. Мы не успеем развиться. Поэтому Ф4 отличный ход Шахрияр сделал. Отличный ход. Конь Ф6. Но Конь идет на Е4, естественно. Свои минусы в этом есть в ходе. Но плюсов больше. Теперь я ожидал хода Слон Д3. Слон Д3. Логичный ход, развивающий. Но, видимо, Белый что-то смущал. Либо Конь Ж4. На что, возможно, на Ж3 надо выходить. Королем. Ну, может быть, не хотелось. Может быть, Конь Е4 смущало. Как бы то ни было, ход Король Ж1 мне по-человечески понятен. И мне не кажется, что это ошибка. Другое дело, что компьютеры считают, что после Ж4, ход, который Корана не сделал, это сложный позиционный ход. Положение белых хуже. Значительно хуже. Но, понимаете, это очевидно с компьютером. Без компьютера, если, допустим, нам сказать, что после Ж4 ход ошибочный, я думаю, что многие поверят. Я в том числе. Корана, поэтому сыграл Конь Е4. Вот. После Ж4 положение черных лучше. Ну, насколько лучше, трудно сказать. Мне кажется, все-таки тут еще достаточно много неясного. После хода А3, например, ладей Е8. И как-то не надо бить только. И теперь к Б3 пойти. Дело в том, что если мы ходим... Тут вот такой нюанс есть. Я немножко остановлюсь на этом. Если мы ходим Б3 сразу, то после А5 на А3 уже нет времени. То есть А3... Нет, А3 пойти можно, но уже смысла нет. Потому что просто слон Д7, например, и уже АБ не... АБ это уже невроза. То есть А3 надо ходить только здесь. Только здесь. Теперь мы хотим взять на Б4. И у нас появляется поле Д4. В случае размена. Поэтому А на А5 теперь уже Б3. И слон попадает на Б2. Но компьютеру все равно эта позиция не нравится. Может быть, можно побить на Б4 и пойти слон Е3. Вот это правильно. И позиция остается, как мне кажется, достаточно неясной. Хотя, некоторые преимущества у черных здесь. Одним словом, Ж4 все-таки сильнейший ход. Но после него еще много игры. Конь Е4 сыграл Харуана. Но после ФЖ положение белых уже не хуже. Ф4. Слон Д3. Ферзь Е7. Отличный ход. И белые тоже отлично играют. Ферзь Е2. Это правильные ходы. Слон Ф5. Ф5 следовало. Ну, был еще ход ФЖ7. Ферзь Е7. Но после ФЖ7 можно взять на Е4. Ферзь Д4. Король Ф1. Слон А6. И Тибер очень сильно Б3. И на Ферзь Е1. Ферзь Е2. Ничего здесь хорошего у черных нет. Поэтому, конечно, так играть не надо. Слон Ф5. Ход правильный. Слон Бьет Ф4. Ну вот, как-то дела у белых налаживаются. Уже две лишние пешки. Но положение Ладья на Х1, конечно, не дает нам повода для оптимизма. Поэтому позиция все-таки объективно примерно равная. Ладья Е8. Ожидался ход. Почему-то так не сыграл Каруана. После Слон Е4. Можно сыграть Ферзь Д8, например. И взять потом Ладью на Е4. Компенсация у черных. Черных преимущества нет. Хотя, в реальности игра идет на три результата, конечно, в реальной партии. Но аналитические преимущества нет. Слон Ф5. Слон Ф4. Ферзь Ж7 сыграли. Ферзь Ж7 сыграли черные. Ферзь Ж7. Такой неожиданный ход. И теперь, что делать белым? Ну, напрашивается ход Слон Е4. Но белые так не сыграли. И зря. Потому что после Слон Е4, Бит надо на Е4. Есть ход Слон Ж3. И теперь черным нужно играть очень осторожно. Дело в том, что если они пойдут Ладья Е8, если они пойдут Ладья Е8, то после Ферзь Д2 атаки нет. И потом белые просто сыграли А4, ХР, Х2. И остаются с двумя лишними пешками. Черным нужно уже подумать о спасении. И спасение есть. Если они сырают Ферзь Д4, спасение приходит в Эншпиле. Слон Ф2, Ферзь Д3. Меняться надо. Б3 надо защищать. А5. Очень важно создать белым слабости. А4, белый выводит свою Ладью. А4, Ладья А3. И после Слон Ф5 успевает черный создать слабость. Белый на С4. И эта слабость не позволяет всерьез рассчитывать на преимущество здесь. Скорее всего, партия в ничуть здесь закончится. Таким образом, все-таки позиция примерно равная. Но это равенство уже нужно было бы демонстрировать черным, а не белым. После хода Слон Е4. После хода Слон Е4. То есть, этот ход был правильный. Взятие на Е4. Вместо этого белые срали Ладья Ф1. Видимо, понимая, что Слон Е4 скорее всего к ничьей ведут. Тоже оба шахматиста играют на выигрыш. Ладья Ф1. Слон Ж6. Такой неожиданный ход. Я думал, что Ладья Е8 пойдет черный. Так очень ожидалось. Но на Ладья Е8 единственный ход. Слон Е3. Слон Е3. Вероятно, белые на него рассчитывали. Но позиция примерно равная по компьютеру. В жизни, конечно, тут одно неловкое движение. И можно проиграть. Поэтому я не очень понимаю, почему Ладья Е8 не было сырано. Черный срали Слон Ж6. Слон Ж6. Ход возможный, но Ладья Е8 выглядела лучше. Х3. Это место для короля. Ладья Е8 готовится на Х2. Ладья Е8. С2. Нормальный ход. Ферзь Д4. Король Х2. И теперь у белого все в порядке. Король наконец-то вышел. Но у черных есть возможность сделать ничью. После Конь Д2. С позиции слабости. Конь Д2. Ферзь Д2. Слон Д3. Ладья Ф3. Ну и теперь можно просто взять на С4. Скорее всего, дело тут закончится ничья. После Ферзь Д4. СД. Слон Д6. Ладья Б3. ЖФ. ША. Ладья Б2. Ну, белые не рискуют здесь уж точно. Ну, наверное, черные объективно тоже не рискуют. Примерное равенство. Но здесь неожиданно последовало ладья Ф7. Такой загадочный ход. Не уверен, что хороший, но не слишком плохой. Здесь белым снова нужно было бить на Е4. Обязательно нужно было бить этого коня. Идти в разноцвет. Слон Е4. Слон Е4. И после Ферзь Е2. Ну, белый ничем не рискует. Но после Ферзь Д3, скорее всего, все-таки ближе к ничьей эта позиция. Но у белых чуть-чуть приятнее все-таки. То есть, слон Е4 избавляла белых от всякого риска. И все-таки позволяла надеяться еще на что-то. Вместо этого последовало Ферзь Е2. Белые снова уклоняются от ничьей. Возможно, недооценивают следующий рисус. Коня Ф6. Теперь все висит. Теперь надо играть очень аккуратно. Но эту аккуратность белые не смогли продемонстрировать. Следующим ходом они проиграли. Что можно было сделать? Ну, две возможности было. Первая возможность это слон бьет Ж6 форсированная. Слон бьет Ж6. И после ладей Е2 слон бьет Ф7, король Ф7. Слон бьет Д6, Ферзь Е4. Возникала вот такая любопытная позиция. Ладья Ашев В1. Кто здесь играет на выраженную? Скорее всего, оба. Но, наверное, все-таки объективно партия при правильной ряде должна закончиться в ничью. Например, Ферзь Д5, Ж6. Ладей Ф3 сначала. Ж6. Ашев В1. Ладья Абед Ж6. Ферзь Д5. Ладей Ф6. Теперь Ладья Б2, видимо. Ладей Е6. Ладей Е7. Ну, какая-то такая... Вот первая линия компьютера. Ну, позиция ничейная. Вот. Ну, в реальной жизни все что угодно здесь могло бы еще произойти, конечно. Это был первый путь. Но все-таки ощущение такое, что белые здесь соскакивают. А второй путь, наверное, более правильный. Надо было просто сыграть Ферзь Ф2. Ферзь Ф2. Возникала вот такая позиция. Ну, наверное, можно сказать, что это поис равная. Ферзь Х4. То есть равенство. Ни у кого здесь не лучше. Вместо этого последовал ход белой срали Ферзь Д1. Это грубейшая ошибка. Я не знаю, чем ее объяснить. Возможно, просто как-то... Ну, знаете, как говорят шахматисты. Передернул ходы как-то, видимо. Я не могу объяснить этот ход. Он проигрывает немедленно. После слон Д3. ЖФ. Слон Ф1. Возможно, белым показалось, что здесь что-то может случиться. Правда, что здесь может случиться, я не очень понимаю. На Ладеев Ф1 просто черные взяли пешку. Если при Ферзе на Ж3 вы помните, что был ход слон Е5. Теперь его нет. Ну, и вот это, так сказать, оказывается решающим фактором. У черных просто материальное преимущество. И никакой компенсации нет. Ну, еще последовало. Ладеев Ф3. И здесь белые сдались. Обидное поражение белых. Я не знаю, с чем связан ход Ферзе Д1. Возможно, в цепноте белые грубо ошиблись. Но так или иначе, партия закончилась не очень логично. Вместе с тем, все-таки, мне кажется, она была достаточно интересной и напряженной. И, безусловно, самая интересная в прошедшем туре. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok